здравствуйте друзья рад вас приветствовать у себя на сайте у себя на видеоблоге витам.инфо сначала хочу вас поблагодарить конечно за регистрацию на моем сайте на сайте вы найдете очень много интересного очень много полезной информации не спешите пересмотреть все и сразу я понимаю что материал очень много и как в эзотерическом так и психологическом контексте ну а сегодня как я и обещал после просмотра я понимаю почему вы зарегистрировались на сайте это получилось после просмотра моего видео выпуска при вороте на месячные то есть на менструальная кровь и как я и обещал вам хочу вам рассказать один очень довольно эффективный способ избавиться от приворота на месячные не скажу что он легкий но довольно эффективный и без особых материальных затрат и так если вы обнаружили что вам подливают месячные и что вроде бы как отходит это сознание и потом как ваши пассии месячный цикл или нашли в холодильнике какую-то кровь менструального вида и у вас возникли подозрения то я вам рассказываю довольно таки простой и эффективный способ первонаперво ограничить себя от всякого воздействия с этой женщины для того чтобы исключить возможность подливания свежей порции я то есть свежей крови свежей или с холодильником не важно это основное для того чтобы вы понимали что надо ограничить второе ограничить себя минимум на 40 суток но если честно говоря там уже ограничивать надо на всю оставшуюся жизнь почему потому что если человек опустился до такого уровня наверняка уже как бы счастье с ним вряд ли склеишь даже если он пообещает вам что больше этим заниматься не будет то психологическая травма останется на всю жизнь второе вы ведете бескровный пост что такое бескровный пост мясо это это кровная еда понимаете то есть молоко пейте я говорю о другом посте вы ведете бескровный пост 40 суток последнюю неделю поста вы лучше исключить вообще все животноводчестве до 40 суток 40 суток стараетесь вообще не заниматься сексом ну как бы если говорить о приворотах то это в принципе все связано все равно с сексом поэтому вы ограничиваете ну хотя бы ограничиваете я не думаю что вы будете гиперактивные с приворотом это только отъявленные дуры делают приворот на самом деле они не понимают что они убивают мужчине самого мужчины и уровень даже тестостерона понижается но суть не в этом суть другом вы ограничиваете себя в сексе лучше чтоб его вообще не было да все 40 дней 40 дней реального воздержания вы исключаете алкоголь утром пьете святую воду если вы даже не христианской религии это не важно в каждой религии свое священие воды будь то шива будь то буда да неважно какой вы на дощах принимаете святую воду и так все 40 дней желательно конечно ее пить в течение дня и вечером тоже перед сном вообще напомню что потребление воды должно быть простой минеральной должно быть ваш вес умноженное на три то есть если человек весит 100 килограмм то минимум три литра воды поэтому стаканчик святой воды с утра пойдет только вам на пользу тридцать девять суток последнюю неделю вы жестко постелись на сороковые сутки желательно кстати не то что желательно а обязательно нельзя пропускать ни одного дня на сороковые сутки вы идете в свою церковь причащаетесь исповедуетесь и причащаетесь как правило как правило такая жертва христианскому эгрегору помогает и как правило если это был не профессионально сделан приворот любительским способом вашей барышни то он уходит и последствия его тоже единственный момент там будет конечно это ваша физиология от яда все-таки никуда не деться поэтому все равно за это время сорок суток произойдет очищение вашего и кишечника и организма в целом и после этого не стоит сразу наедаться шашлык и и запивать это все водкой или другими спиртными напитками не стоит этого делать мне умиляют те люди которые примеру постятся перед паской хотя какой-то пост это реальная диета почему потому что люди позволяют себе курить там пить кофе материться думать как объегорить своих компаньонов клиентов поставщиков и так далее и тому подобное но они просто не едят животного пищи пищи и говорят что они постятся это не пост это диета я не к тому вот они голодают все последнюю неделю все потом посвятили и потом на пасху они закладывают там целуются бьют друг друга лица если не сказать это пьяные морды и наедаются до отвала этого делать нельзя поэтому то же самое вы не делаете после прохождения этого будем говорить ритуала снятия приворота если вдруг вы чувствуете что не прошло что вас все равно тянет то к сожалению то к сожалению придется все таки обратиться хорошему мастеру для того чтобы снять эти последствия к примеру неизвестно сколько раз вас поели если вас там напоили один или два максимум три раза то в принципе а это должно помочь но если вы были напоены годами то как бы это уже очень сложно снять мало того вдруг барышня еще не просто воспоила месячными а еще что-то пришептовала то есть по какому ритуалу она это делала еще неизвестно поэтому я рекомендую все таки обратиться к мастеру и убрать эти последствия привороты не обязательно ко мне но у меня дети хорошего к примеру мастера действительно который будет профессионально заниматься обязательно спросите какие будут последствия последствия для той барышни последствия для вас и если мастер не будет в состоянии ответить на такие простейшие вопросы то есть честно говоря можно поставить под сомнение его уровень мастерства надеюсь полезен был мой видео выпуск буду рад вашим комментариям у меня на сайте также комментариев не только на эту тему на сайте найдете очень много интересного я думаю для себя и для своих близких поэтому буду рад общению с вами а вам желаю всего самого наилучшего доброго чтобы жизнь вас баловала и радовала жду ваших комментариев всего вам доброго с вами был виктор и